А я старик уже по-вашему, да? Вроде, вроде еще нет. Сам-то не старый, а вот глаза, как у старика. Ну так как? Поклонишься? На сегодня ехать надо. Ну, ехать так ехать. Храни тебя Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Ох, осточертел ты мне, Георгий. Хуже пареной реперста, чем тел. Ты пойми, что мы можем рассчитывать на их помощь только за регулярный взнос. Регулярный. Или ты думаешь, они нас охранять по дружбе будут? Они это слово воспринимают только как дружба народов. С острым Кубой. Или ты сомневаешься? Хотелось бы. Так вот, выбрось это из головы. Когда поступление от ресторанов? Сегодня. Вот сегодня все, Костикову и передай. И не смотри на меня так. Делай, как говорю. Им очень нужен допинг ихнего глубокого удовлетворения. И давай, езжай. Мне еще иголочки должны вставить. Под ногти? Под ногти. Часа в три буду на работе. Может, так и лучше. Не хочу эти суммы у себя держать. Вот и правильно. И выше нос-то, выше. Ну, бывай. Нет, у меня у меня колбасу полной сашисткой, а мудку. Дмитрина, поправьте. Дмитрина, поправьте. На ресторанском срезе, поскоряйте. Шикарно. Здравствуйте, Юрий Петрович. Ну, привет. Взяточникам и мародерам. Вот, говорит, бес его попутал. Так точно. Как помрачение нашло. Эти деньги проклятые. Будто сами в карман мне, прям, как змей заползли. Я готов понести, по всей строгости готов. Таким, как я, не место в рядах. Жена обо всем знает. Я ее подготовил. Он и жене уже все рассказал, болван. Вот и жена так говорит. Что говорит? Что я болван. Имел мечту, идиот, про машину. Вот, получай. Ну, я снисхождение не прошу. Недостоин я его. Ну, этого. Ну, само собой. Что этого? Что само собой? Кто тебя так научил разговаривать, Шершов? Кто же еще? Теща. Теща. У него во всем виновата. Теща. Павел Сергеевич, честное слово. Поганый метлой таких, как я, надо из органов. Шершов, я... В общем, чего говорить, нечего говорить. Значит так, Шершов. Деньги или машину вернешь студенту. Полгода испытательный срок. Но если что, сразу трибунал. Ясно? Все, ступай. Так вы хотите сказать, что... Что хотел, тоже сказал. Вот и товарищ капитан не возражает. Почему не возражаю? Я возражаю, но... Товарищ капитан. Ну, пассивно. Иди. Так точно. Служу Советскому Союзу. Вот это правильно. Какой-нибудь Швец, ее оба к спецслужбам и близко не пустили. А у нас с товарищем капитаном гуманизм. Так что, все, топай давай. Я кровью смою. Да не нужна нам твоя кровь. Иди уже. И чемодан нам твой не нужен. Да. Я клянусь, я кровью. Пойди сюда. Ну, давай. Студент, ну спустись на минутку, дело есть. Ну, какое дело? Я же ничего, меня же отпустили. Да не бойся, ты спускайся, я тебе ничего не сделаю. Давай. Иди сюда. Не бойся. Забирай свою тачку. Ты просил, я достал. Держи. Я просил. Ну, не я же. Тебе что, совсем память отшила? Ну, держи давай. Я ничего не просил. Вот дает, а. Кто мне четыре тысячи дал? И сказал, чтобы именно синяя. Я, между прочим, еле достал. Так что, давай, забирай. А, вот еще. Документы. Потом переоформим. Позвоню. Подождите, я ничего не понял. Позвоню. Курс. Продолжение следует. 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 Ты как хочешь, а я ещё выпью. И мне налей. Из горкома звонили. Просили собрание провести. Из партии исключить. Подонки. А свидание ты просила? Отказали. Привет. Поехали. Продолжение следует. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Это что, Брежнев? Добавил субтитры DimaTorzok 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 Это что? Добавил субтитры DimaTorzok Я бедный родственник Отец? Нет, не запрещено Он же вернется Добавил субтитры DimaTorzok 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 Думаешь, я здесь сидеть хочу? Да я продавщица пошла, лишь бы он вернулся Поломойкой, грузчицей Нет больше таких Нет И не будет Ты права Чего тут киснуть-то Душу только себе бередить А сами сидите Не сдвинуть Что ты понимаешь Ты дурочка У тебя вся жизнь впереди А мои лучшие годы здесь прошли Рядом Ладно Ты прости меня Если что не так Любить я тебя не могла Не получалось Где у меня все ручки-то, а? А можно Я какую-нибудь фотографию его возьму Зачем? На стенку повесь Страдать будешь Непродуктивно Ты вперед иди Пока красота и молодость есть А его нам оставь Мы его ждать будем Думаете? Его скоро выпустят Не знаю Чего я не знаю Ждать все равно буду Эдвард Михалыч У меня к вам просьба Защищать одного подследственного Вы родственник? Нет А кто, простите? Я майор КГБ Павел Сергеевич Скачко О ком идет речь? Некто Беркутов Директор Елисеевского гастронома Обычно к адвокату приходят Но Родственники арестованного Прокуратура Через коллегию Но Что бы КГБ Ну я думаю Родственники еще Обратятся к вам В конце концов Это вопрос гонорара Но мне нужно Ваше принципиальное согласие Да или нет? Понимаете Выступать на суде Против обвинения КГБ Дело не очень благодарное Особенно в свете Последних изменений Нет Как адвокату Мне конечно это интересно Но Большой риск проиграть А проигрывать я Честно говоря не люблю Понимаю Скажите А вы Беркутова знаете? Да Я с ним знаком Но Не близко Но вы же знаете Москва Большая деревня Где-то встречались На банкетах Вечеринках В театрах Скажите А в чем собственно Вы его Обвиняете? Список достаточно велик Взятки Незаконная реализация продуктовых излишков Подкуп должностных лиц Ну вы понимаете С какой целью Нет Его цели мне Совершенно непонятны Очень интересная книга Можно полюбопытствовать? Пожалуйста Мне даже неизвестно Были ли эти цели Да Я кстати Не знаком С обвинительным заключением Оно у вас с собой? Конечно И вы его сразу же получите Если согласитесь Павел Сергеевич А все таки скажите Почему вы выбрали Меня? Хорошо Я вам скажу Только я хотел Чтобы разговор этот Остался между нами Это понятно Беркутов Несомненно Жулик Но жулик Очень умный Талантливый Именно этот талант Привел его В круг людей Которые нам интересны Особенно сейчас В круг этого дела Попали люди Чья многолетняя Негативная деятельность Так печально Отразились На экономике Нашей страны Ну Нам нужны Доказательства Прецеденты Для того чтобы Ну Ну Расстаться с ними Ну Вы же это имели ввиду Будем говорить так И такими фактами Несомненно Обладает Беркутов Вот мы и хотели Попросить вас Уговорить его Как бы это сказать Точнее Сдать Этих людей Пусть будет так Ну что я вам скажу Миссия Малоприятная Если хотите Даже гнусная Но Одно меня Примеряет с этим Причем Я тоже обижен на этих людей За нашу Мягко говоря Нелегкую жизнь Хорошо Предположим Я Согласился И как это облегчит Положение Беркутова Я ведь адвокат Я В первую очередь Должен думать о нем Минимальный срок По обвинительной статье А Если вам Не удастся доказать виновность Я уверяю вас Она будет доказана Три года Пять не меньше Статья слишком серьезная От пяти до пятнадцати Но учитывая Содействие следствию А гарантия Мне обещали Я могу обещать вам Черт его знает почему А я вам верю Здрасте Здравствуйте 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 Открывай Привет Подруга Не могу Уволюсь сегодня К чертовой матери Зоя Сергеевна Я буду через минуту Заводишь одна в четырех стенах Почему одна Нас теперь трое Славе Канькину я к нам забрала Они расписались Распишутся когда Георгий вернется Сейчас как-то Рожать ей когда В мае Дай-то Бог А я устроюсь хоть самой поганой овощной Мне все равно Добрый день Степан Николаевич Здравствуйте Ваш заказ готов Угу Не так как раньше конечно Но что могли Наскребли Вас проводить или сами получите Ничего Благодарю вас Я сам Всего доброго Всего доброго Это кто? Понятия не имею Туз какой-то Георгий Петрович не говорил Но относился очень внимательно Это то что касается сделанного вам предложения Вы его поняли? Среди не приняли Да? Предложение я понял Только не вижу оснований не только его принимать Но даже обсуждать Обвинительное заключение не содержит никаких фактов Тем более доказанных Ну что ж идем дальше Здесь Георгий Петрович я уже вступаю в свои права адвокат Я считаю что вы правы Обвинение мотивировано слабо Доказательствами не подтверждено Ну что ж будем работать Не внял значит Беркута вашим доводом Ну доводы это не мои Ваши Но очевидно и признаваться не очень Бросьте Горомов Бросьте Как-то Неумело вы ему это посоветовали Посоветовал? Я прошу вас Я прошу вас И я уверен что вы все слышали Слышал, слышал Пока молчит Но если заговорит Вас первого поведут под белые рученьки Ой, а я люблю эту разбавленную бурду После войны за счастье было Меня и так поведут, Андрей Компания набирает силу А торг для них лакомый кусок Так что и предателей найдут и компромат Это вы кого имеете в виду? Да я за вас, Николай Иванович Тише, Андрей, тише И запомни Никогда не защищайся от обвинений, которые против тебя еще не выдвинули Да я не защищаюсь Просто говорю, что у меня на душе Вы же мне как отец родной А там быстро людей ломают Чего не знаешь, расскажешь А может Помочь ему Ну Замолчать Есть кое-какие возможности Удивительный ты, Андрюша Мерзавец Удивительный Главное, своей подлости не стыдишься Неужели я такой же, а? Ну что вы В каком смысле что вы? Что, еще хуже? Шуточки у вас, Николай Иванович Это не шутки, к сожалению А Георгий О таких, как он, долго помнить будут Вот увидишь Это мы с тобой воры Банальные взяточники А он время свое опередил Если бы таким, как он, власть и сила Они бы народ и одели, и накормили А то, что ты сейчас сказал Выкинет своей гнусной головы Я смельчаком никогда не был Хитростью брал Сухий мог сквозь струки дождя проскользнуть Но кровь на свою совесть брать не стану Бога боюсь И кинуться в ноги ведь некому Гришин хитрый лист, круговую оборону занял А брежнев тютю А брежнев тютю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...